Всем привет! 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 Это видео о нашей семье. 10 фактов о нашей семье. Факт о Эване, факт о Эване, факт о папе, о маме и о Мике. Мика пока что не совсем понимает, что происходит. Что? Что? Куда она попала? Почему здесь все люди говорят на какую-то черную штуку? И громко еще. Четко, громко, говорите. Итак, поехали? Поехали! Факт номер один. Нашей семье 5 лет. Ничего не путают? 5, но познакомились мы 8 лет назад. 8 лет назад. Мы живем в Петербурге. Я приехал сюда из солнечного города Ташкент, Хлебный край, Узбекистан. Я отхватил тут петербурженку. Куш сорвал. Да, и мы живем вот здесь 5 лет. У нас была свадьба. Через год, ой, через два года у нас появился вот этот пацан. Потом еще через два с лишним появилась вот эта принцесса. И вот они мы, воскресенские. Факт номер? Два. Два! Два. Наше знакомство. Мы познакомились в метро, и об этом есть отдельное видео. Да. Оно длинное, полноценное, там полностью рассказ, но оно такое романтичное. По крайней мере, в комментариях так люди пишут. Да, мы познакомились в метро, и это было восемь лет назад, даже больше восьми лет назад, восемь с половиной лет назад. Это не факт, но Эван у нас любит лего. Он обожает лего, и ему больше никаких. Ему реально больше никакие игрушки не нужны, только лего. Он готов целыми днями собирать его. Разбирать, потом опять собирать, раскидывать. Факт номер... Эван? Два. Нет. Три. Три. Факт номер три. Мы ругаемся. Да, мы как обычные нормальные люди, как все, немножко неадекватные. Ссоримся. Ссоримся, ругаемся. Но у нас есть одно важное правило. Мы всегда миримся в этот же день, и никогда не уходим спать, поссорившимся, миша. Да. Иногда бывает это сложно, но нельзя уйти спать, пока ты не помирился. Миш, 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 и больше не идись. А если будешь двадцать, я буду кузнаться. А кузнаться не причем, буду даться кирпичом. Кирпич. Ломаться нужно начинать. Ура! Дружба! Все, в нашей семье дружба. Факт следующий, номер четыре. Про образование. Нас часто об этом спрашивают, поэтому мы решили немножко рассказать. Да. Мы чинуш и физгео. Географ, да. Географ. Я закончила СПБГУ геофак. Я там отучилась шесть лет и ни дня не работала по специальности. Бакалавриат, магистратура. От магистратуры, кстати, я пытался ее отказать. Отговорить. Потому что это было реально непросто. Вика уже родила Эвана. Нет, ну я родила уже потом. Когда ты училась, да. Ну ты родила. И в последнем курсе я писала диссертацию уже с ребенком. И это мне очень тяжело удалось. Но, да, это принесло большую пользу. Но я на самом деле не сильно отличаюсь. Я восемь лет потратил в Тюменском государственном университете. Сначала три года на менеджмент туризма, а потом пять лет на госуправление. Просто понял, что туризм не его. Да, через три года я подумал, да какой туризм, это вообще не мое. Это никак не связано с путешествиями туризм. И мне, по-моему, папа посоветовал. Так иди на госуправление. Я такой, круто, давай пойду. Перевелся и... И да, перевелся на госуправление. И меня на три курса вниз. И получается это был специалитет. И я еще пять лет на госуправлении проторчал. И естественно мы ни дня не работали по специальности. Факт номер... Пять. Пять! Про работу. Переходим плавно к работе. Я работаю дома. У меня есть тут такое место рабочее, где совершается все, чем я занимаюсь. Вот там Эван показывает. Да, ну вон там. Да, кстати, есть отдельное видео, опять же, на тему ремонта. Вы можете зайти посмотреть и там увидите мое рабочее пространство. И не только. Там вы все увидите про нашу квартиру. Я работаю дома. Занимаюсь фотографией, видео, инстаграмом, ютубом. А Вика? Я делаю это все то же самое. То же самое, только еще и следи за двумя маленькими детьми. И пушами. Факт номер... Это уже смотри сколько цифр. Ты эти цифры знаешь. Факт номер... Факт номер шесть. Он вытекает из предыдущих. Да, все последующие пункты вытекают из предыдущих пунктов. Два раза. Перед тем, как рождается у нас очередной ребенок, я увольняюсь. Это как традиция стала. Если у нас появится следующий ребенок, то мне придется уволиться у себя самого. Да, получается первый раз, когда у нас появился Эван, я понял, что я не готов работать над дядю, сидеть пятидневку. Ну как бы это никакого развития не было у меня на работе. И я такой, вот прям серьезно, родился Эван, я ухожу в отпуск, я ухожу в отпуск на неделю, чтобы с семьей время провести. Возвращаюсь из отпуска и говорю, что все, ребятки, я не работаю. С рождением Мики получилось все уже по-другому. Я уже относительно работал на себя, но у меня был партнер. Мы занимались видеопроизводством. И вот перед рождением вот этой красавицы, принцессы, я принимаю решение... Бросить все опять. И заниматься абсолютно другим. И я занялся инстаграмом, занялся фотографией и путешествиями. У нас увеличиваются факты, Эван, эту цифру ты точно не знаешь уже, вот эта цифра. Семь. Эта цифра семь. Семь. Да, факт номер семь. Мы все любители зимних видов спорта. Там, кстати, вот доска видно, да, на видео. Да, да, да. Я с самого детства занимаюсь горными лыжами и... Первый взрослый. Первый взрослый по горным лыжам. И, наверное, Илья, наверное, ты женился на мне. Из-за лыжи? Да. Потому что я ему сказал, что я катаюсь на лыжах. На самом деле ты меня очень сильно подкупила, это правда. Потому что я, ну, как бы тоже с детства катаюсь на лыжах, потом перешел на доску. И я прям бредил в детстве. И, ну, сейчас на самом деле тоже, но возможности сейчас меньше. Гор рядом нету, в Узбекистане горы были рядом. Я бредил по горам, по вообще, по всем видам зимним. Это просто было что-то... Я очень хотел, я ждал зиму каждый год. И это подкупило меня, да. Подкупило, что Вика так круто катается. Мы, кстати, пробовали ставить Эвана на лыжи, когда ему было полтора года. Но это был провал. Но вот в том году мы его поставили на сноуборд, и это было очень круто. Получается, ему было... Сейчас отрезок покажу, как он катался. О, ну даёшь, а? Ему два с половиной года. Да, и представьте, ему вот на этом видео два с половиной года. И я прям был горд за себя. Неужели я такой хороший тренер? Ну, на самом деле, возможно, у Эвана просто это классно получается. И он рождён для этого. Будущий маленький прорайдер. Мы, кстати, предложили ему лыжи или сноуборд. И он выбрал сноуборд. Он хотел быть просто как папа. Папинский. Ну, Мика, мы про тебя не забыли. А ты что выберешь? Ты тоже будешь кататься. Чуть-чуть подрастёшь, и мы тебя поставим. Поедешь. Так что у тебя нет выбора. Ты тоже должна любить зимние виды спорта. Смотрит на меня. Немного про наших малышей. Факт номер восемь. Эван. Восемь. 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 Эван, что ты никогда в жизни не пробовал? Что тебе нельзя пробовать? Молоко. Правильно. У Эвана у нас очень жёсткая аллергия на молоко, и он никогда в жизни не пробовал ничего молочного. То есть, шоколады, сыр, тортики различные. То есть, всё, всё, что молочка, он никогда в жизни не пробовал. Представляете? У него сразу отёки на лице появляются, и это выглядит... Ужасно. Да. Поэтому ему нельзя. Но мы надеемся, что это пройдёт. Когда-нибудь это пройдёт, да. Очень надеемся на это. Потому что это тяжеловато. Особенно если, например, у Мики пока что непонятно, но если у неё не будет аллергии, а у него будет аллергия, она будет кушать всё, а Эван будет смотреть на это. Ну, как бы такие проблемки немного могут возникнуть. Но мы надеемся, что всё будет хорошо. Хочешь что-нибудь добавить про молоко? Нет? Ты что, грустишь? А? Не грустишь? Ну, хорошо. Молодец. Эван, у тебя какое любимое блюдо? Есть любимое блюдо у тебя? Факт номер 9. Ой, что я показываю вообще? Как 9? 9. Ты будешь кричать, Эван? 9. Пам. Мы спонтанные ребята, абсолютно спонтанные. У нас, я не знаю, проблемы с этим или как? Ну, мы просто не любим долго сидеть дома. Особенно спонтанность касается наших путешествий. Например, мы там сидим такие и думаем, надо поехать в Сочи. Надоело всё, поехали в Сочи. И через два дня мы улетаем. Причём у нас вечером до отлёта были гости дома. Сидели, не знаю, до часу ночи, наверное. А нам в 5 утра вылетать. У нас не собраны вещи. И мы только в час ночи начали собираться. Еле как уложили вот этих чепушей. И забыли... А я так долго спал и не проснулся на диване. Всё, на диване не проснулся. Забыли половину вещей, но всё равно классно провели время. Лучше, чем... Да, поэтому мы очень часто спонтанно куда-то сваливаем. Мне, в принципе, очень сложно долго находиться дома. Да, я выгоняю его, если он долго... Если я начинаю напрягать себя к дому, Вика мне такая... Так, всё, вали к своему Мазарову и езжайте в горы. И на самом деле, я не знаю, это минус или плюс. С одной стороны, спонтанность – это равно некая неорганизованность. А с другой стороны, это прикольно, когда ты можешь сорваться в любой момент и поехать куда-то. Финалочка. Один из самых важных фактов, наверное... Десятый. Да, номер 10. Мы верующие. Мы христиане. Ходим по воскресеньям в церковь. У нас было венчание. В церкви. И мы нашу семью, воспитание детей, наши отношения с Викой строим на христианских принципах, на том, что было написано в Библии. Именно благодаря этому есть вот эти воскресенские ребята. Надеемся, что вам понравилось это видео. Все эти факты были для вас интересными. И подписывайтесь на наш канал. У нас есть также с Викой классные инстаграмы. Капуки-кануки. Не Капуки-кануки. Капуки-кануки – это канал, который ты смотришь. Эван, давай тебе свой отдельный канал заведем. Эван Всемогущий! Ну, вообще, может быть. Ну, посмотрим. Возможно, скоро появится Эван Всемогущий. Ну, а пока что есть только мой канал. Вот здесь можно подписаться где-то. И заходите к нам в инстаграм. Спасибо вам за обратную связь, за ваши комментарии, за все, что вы пишете нам. Нам очень-то приятно. И это вдохновляет на дальнейшие действия, съемку видео, фотографий. И вообще, рассказов о том, чем мы занимаемся. Всем пока! Спасибо! Пока! Пока! Пока!